В центре города мест, где бесплатно можно оставить машину, практически не осталось. Чтобы лишить автолюбителей еще одной такой территории, зону вокруг торгового центра «Малина» превратили в пешеходную. Рязанцы оказались этому не очень рады. Вы-то ощущаетесь, что идете по пешеходной зоне или все-таки нет? Судя по количеству машин. Ощущаю, что пешеходная зона не останавливается. Не скажу, что могут сбить, но порой приходится ждать некоторое время. Потому что часто ходим в торговый центр, работаем недалеко здесь. Иногда, да, бывают неудобства. Вот, например, дружно перемещаемся. И с этой стороны «Малина», и с другой стороны, со стороны «Перекрестка» довольно-таки проблематично. Но что делать в этой ситуации водителям? Многие приезжают по делам, а оставить машину негде. Здесь много рабочих мест. Соответственно, я доставщик в работу. Мне нужно сюда заезжать. Получается, что нельзя. Других вариантов нет. Здесь работаем, и машина на разгрузку, и все, сюда машина приходит. Здесь рестораны, и все. А вот на улице Чапаева платную парковку сделали там, где она не востребована. Сейчас часть пик, но здесь нет ни одной машины. Сделав платную парковку на улице Чапаева, не учли. Она занимает одну из полос. Если она будет заполнена в тот момент, когда здесь случится ДТП, движение на улице фактически будет парализовано. Ситуация не лучше на улице Праволыбецкой. Даже платных парковочных мест не хватает. Автолюбители вынуждены оставлять авто у желтых линий и на улице Ленина, где остановка запрещена. Сейчас мы превращаемся в какое-то гетто, когда ни на одной из улиц мы толком не можем найти место, где можно припарковать машину. Понятно, что, повторюсь, кто-то зарабатывает на этом деньги, но основная масса рязанцев считает, что здесь идет нарушение прав. И то количество мест, которое указано, оно должно соответствовать платным парковкам какое-то количество бесплатных парковок. У нас, получается, со временем хотят весь город превратить в платное парковочное место. Совет юриста, если вы не смогли воспользоваться безналичным расчетом и оплатить стоянку при помощи СМС или банковского приложения, а машину эвакуировали, идти в суд – такое дело можно выиграть. Потребитель сам выбирает форму оплаты, в частности при оказании услуг, наличными или безналичным расчетом. То, что происходит в городе Рязани, данные устройства не позволяют опускать либо монеты, либо купюры. И это говорит о массовом нарушении прав потребителей при оказании услуг парковок. О чем думали представители администрации, я не знаю. Возможно, решение сделать бесплатными места у соцучреждений частично решит проблему. Однако нет гарантии, что в городе не появятся новые платные парковки. К тому же, если дороги в Рязани оставляют желать лучшего, до сих пор остается открытым вопрос, на что же идут заработанные за счет автомобилистов средства.